Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Бог доказывает людям. Нужно уметь доказывать. Сейчас начинают люди спорить, не соглашаются, а доводов никаких нет. Надо научиться доказывать Писанием Священным. Говорят, ну вот одно место взял Писание, другое, третье. Человек не понимает, что это Священное Писание, это вершина всего, что открыта Земле. Не людьми достигнута, великими философами, Сократами, Платонами и не Златоустом, но Бог с неба открыл людям эту мысль. Это Священное Писание. Почему в песне написано, говорит, возлюбленный мой подобен оленю, скачущему по горам и холмам. Подумайте об этом смысле. По горам как? Что с горы на гору скачет он. Это означает все возвышенные мысли. Господь открывает нам. Одну мысль открывает с другого места, глава, стих. А человек не понимает, что это такое. Библия-то одна, толкование-то сколько? Помышляйте о горнем, а не о земном. Не о горах. Здесь не альпинисты проповедуются, а возвышенная мысль о спасении во Христе о небе. Чтобы доказать, что Бог есть любовь, Павел говорит, Бог к нам доказывает свою любовь. А чем? Ну дал мне жизнь, в первую очередь. Какое чудо. Он доказал любовь свою, дал мне эту жизнь. Дальше. Как он эту землю украсил? Как она, вот, светет-то все. Вот выйдешь, посмотрите, как у нас миндаль у ворот цветет. Какая красота. Какой воздух. Это в городе загажено, а в деревне. Как скрывается река. Сейчас на лугах везде вышла рыба. Она легко доступна. Это все для человека. Какие красивые кучевые облака. А сколько цветов сейчас земля даст? Бог доказывает свою любовь, что дарует нам здоровье. Настоящее-то здоровье мы не знаем, какое оно, потому что мы сами его от себя отдаляем, это здоровье. Грехами, невоспитанностью, нервностью, настаиваем на своем. А вот отсюда все и болячки эти идут. Но Бог доказывает любовь ежедневно. Мы ложимся спать и не думаем, как я вздохну, как сердце будет биться, какие-то биотоки поступают. Это все Бог делает по любви своей. Появилось чувство любви, создана семья. Тебе нравится свое отображение, пожалуйста, ребенок похож на тебя. Мало того, внучки, внучка похожа еще на тебя. Бог доказывает свою любовь. Но Павел говорит, самая главная любовь в том доказывается, что он единственного сына своего, единородного, любезного послал на землю. И он распятый за каждого из нас. Научитесь благодарить Бога за жертву его, Господи. Какой же я счастливый. Ты меня возлюбил. Это много званых. Некоторые фильмы смотрят про Христа. Это званые, но они не избранные. Их нет среди тех, которые славят Бога. Они живут плотскими мыслями. А меня ты избрал. Слава тебе. Ты так меня возлюбил, что ради меня сын твой сошел. Благодарю тебя. Как высоко ты меня оценил, Господи. Научитесь с Богом разговаривать. Наедине, в тишине, как называют интимная молитва. Скройся, закройся где-нибудь. Закрой шторки, двери. Говорит, когда вожешься. Это же не случайно. Все, отключи. Отвинись вокруг и поблагодари. Господи, а как ты меня хоронил? Никто же этого не знает, кроме тебя. Ты сколько раз почти попал под машину. Ведь было же это. Где в Слове Божьем говорится о доказательствах? Что мы можем доказывать? Я вот 45 лет назад обратился, и мне Бог открыл. Доказывать можно только то, что Бог открыл. А не то, что люди сделали. Вот что иконы не идолы, я докажу любому баптисту. Любому сектанту. Но что иконам надо кланять, я никогда не доказывал, потому что это недоказуемо. Нигде указания-то на это нет. Не потому что они идолы, а потому что нет указания. Повергались там перед ковчегом, а там хирурами. Не перед черувимами. Не надо обманывать никого. А там выжигались святильники. Не перед черувимами, перед ковчегом. Там читай внимательно, что там написано. А у нас перед иконами недоказуемо. Но мы православные. Так приняли святые отцы, мы это приняли. Никогда не доказывайте недоказуемо, и не гневите Богом. Не следует припирать и лгать ради Бога, как Ел говорит. Стоило ли вам так лгать? Богу это не нужно совсем. Самое естественное, то, что Бог заложил в прах, ты и в прах возвратишься. Вот все, что Бог естественно дал, это чудо. Что от курицы, курица по коже рождается, от голубя голубь. Это все чудо. И за это чудо ежедневное, которое мы видим, Бога нужно славить. Нормально совершенно, когда человек сотлеет. В прах ты и в прах возвратишься, в прах. А если он не сотлел, это ненормально. Никто об этом не говорит нам. Это ненормально. И в Греции там по-другому смотрят. Если человека через три года раскопали, он не сотлел. Особая молитва считается. Если три раза его раскопали, он не сотлел. Нетленной мощи выбрасывай в море его. Это грешник из грешников. Но и этого Бог не сказал нигде. Все перевернулось наоборот. Тленная, нетленная. Ты поблагодари Бога. Написано, и Давид приложился к отцам и видел тление. Все видели тление. И не отстраняйся от этого. Мы все смертные. Это тоже дар Божий. Он доказывает любовь, что и смерть еще не ушла. Иначе, представьте, все старики, столухи гниющие были бы за тысячу лет. Вообразить даже нельзя, чтобы было это. Это даже не больница никакая, а кладбище. Книга Исход 22.13. Если же будет зверем растерзан, кому-то давалось скотину, то пусть доказательство представит растерзанное. Вот где доказательство. Ты говоришь, у меня кто-то сделал порченое, покажи, где это порченое. Я пас овечек знаю, как хозяину сообщающего нету. Я у нее отрезаю от ушей пятно и показываю. Вот твоей, видишь, это твоя вещь, я ее не съел. Я призвал свидетелей, показал, что она... И Писание это говорит. Нужно научиться оправдываться. Бог нас учит, чтобы не было ложных подозрений. Книга Иоа 6.25. Когда люди не согласны и обличают, то говорят, ну что доказывает обличение ваше? Я многократно повторял в своей жизни эти слова. Меня в чем только не обвиняли, ничего не могут доказать. Ни государственные суды, ни церковные никакие. Что доказывает ваше обличение? То, что вы злые. Я только такой вывод делаю. Что вы Писание не знаете, что вы не хотите, чтобы Слово Божие звучало. Научитесь вот это повторять. Но что доказывает ваше обличение? Они ничего не доказывают, если там нет священного Писания. Вы не любите Бога. Поэтому только и доказали. Исайя 41.21. Переведите ваши доказательства, говорит царь Иакова. Пусть доказательства. Потому что сегодня некоторых нет в храме. Какие доказательства? Идут занятия. Дай доказательства. Почему ты опаздываешь всегда? Дай доказательства. Вчера, сегодня, позавчера одно дело было на работе, а другое, пример во-первых, ты не приходишь, оно вообразет. Все сейчас так стали делать, как ты. Ну, человек направляет дружбу свою так, чтобы друг был похож на него. И вот сегодня все вдруг бы стали похожи на меня. На меня? Все полный храм будет. А если ты не приходишь на тебя, храм пустой. Ну, то есть начни доказывать перед Богом. Представьте ваши доказательства, говорит Господь. Какие доказательства дадут люди, которые не исследуют священное писание? Вот они под старость, какие бывают? Они ничего читать не могут, ничего не доказывают. Вот наш батюшка на днях только ездил к таким, которые, ну, из старобрядцев. Они не имели писания, ничего. И ничего не знает человек 80 лет. Не поговорить, не почитать. Я посвящал больных, парализованных сектантов, баптистов, пятидесятников. Огонь. Лежит на спине, и одна рука, так как понимаешь, и та все время поднята. Аллилуйя, поет, лежит и все. Сектанты неправославные. А здесь такая сумрачность. Ничего не знает, недовольна. Особенно недовольна своими близкими. Потому что для Бога ничего не отдано. Ты идешь, и Павел говорит, а теперь готовится мне Венеспарады. Что готовится-то, если Писания ты не знаешь? А ты скажи, там я высел. Тебе есть за что молиться, когда будешь старый. Господи, я там сел. Сделай так, чтобы это раскидало. Я слышал чудный случай, как одна бабушка, видимо, она неправославная была, потому что она молилась о пробуждении народа через Слово Божие. Как она усердно молилась. И за всю жизнь ни одна душа не обратилась. Как только она умерла, вдруг, внезапно, одна душа пришла к Богу. Душа ревностная стала других собирать на занятия Словом Божьим. Вся деревня обратилась к Богу. И все тогда стали припоминать, кому она как говорила, что было как. Какая память о нас останется? Какие доказательства мы перед Богом представим и скажем, я потому не проповедовал. Ты можешь сказать, я потому проповедовал. Меня удерживали, но не могли удержать. Меня сажали, но толку никакого не было. Меня отмучали, да немного успели. А если ничего этого у тебя не было, и ты сидишь и нигде не проповедуешь, не говоришь. Ты понимаешь, нет, эти люди, которые с тобой встречались, они были кандидатами Царства Небесного. Но они прошли мимо, и они попали в ад. И в ад навсегда. Деяние 1.3 Господь явил Себя живым по страданию Своем со многими верными доказательствами. Руки показал, раны, напоминал, пил с ними, ел при закрытых дверях. Господь доказывает, что Он воскрес. Мы должны все время доказывать, что мы верующие. И доказать, что мы православные. А потом веру православную надо строго хранить. Если правильно будем все поступать, мы спасемся. Не надо думать так, что православные, вот они приходят к храму, они Слово Божие не слышат. А если бы они знали, у них была бы чистота, порядок, они бы шли и свидетельствовали. Деяние 17.3 Открывал Павел и доказывал им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Это надо доказать иметь. Кто-нибудь бы тогда записал апостола Павла, какие он еще доказательства давал. Мы с трудом это нащупываем. Когда я раньше встречался очень часто с сектантами, с баптистами, у меня все время пополнялись запас стихов, которые мне сегодня одни доказывал, а во время беседы я понял еще один стих, еще очень сильный, который они не могут опровергнуть. И, наконец, нашел такие стихи, которые баптисты стали принимать, а не любят Слово Божие, с ними легко разговаривать было. Надо все время быть в движении и уметь доказывать. Деяние 18.28. И сильно Павел опровергал, этот Аполлос опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Чем он доказывал? Писанием. А чем ты докажешь, что два перста надо сжимать или три? Чем ты можешь доказать, что икона должна быть на бумаге или на железе? Ничем. Поэтому об этом никогда не разговаривайте. Нельзя доказать этого. Потому что Павел, Аполлос доказывал писаниями. Деяния 24.13. Они не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня. Как хорошо говорить это. Вот когда приходят и мне говорят, а там собрали, сам-то говорили, меня всегда интересует, что про меня говорили. Даже батюшка, когда приезжает, я всегда спрашиваю, ну что там про нас слышно в городе? Это очень важный вопрос. Вовремя исправиться. А в чем они обвиняют меня, люди? Да этого нет. Тогда скажи им, этого не было. А если обвинения, и обвинения нехорошие, они подтвердятся, горе нам тогда. Деяние 25.7. И они приносили на Павла многие тяжкие обвинения, которых не могли доказать. Какой Павел был счастливый, что он не порочен был? Риминам 3.9. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены, все под грехом. Да тут и доказывать, кажется, не надо. Но бывают люди, праведно живущие, все под грехом. Не ошибешься. Ой, все праведные, дети как ангелы. Дети-то особенно сегодня, это то сословие, самое злое. Как они не любят, какой коллега в классе появляется, или кому-то больше уважения, и особенно не любят, кто лучше их учится. Учителя говорят, а ты им докажи, что каждому дам свой талант, он развивает его, и ты будешь ему помогать, тебе Бог даст. Второе Коринфянам 8.24. Итак, перед лицом церквей дайте им доказательства любви вашей. Какая? Какое доказательство? Что вы хорошо умеете экономить деньги. И не тратите их на себя. Вот заметьте, если человек на чем-то попался, машину, он будет менять еще. Потом проходит время, и машина еще хорошая, опять надо менять. Вот я знаю, как об аппаратуре, в другом фотоаппаратах, вот сейчас в мобильных телефонах, и все больше и больше, чтобы нужно ли это. А ты научись. Вот объявили мы сбор на издание толкования Нового Завета, откладывайте. Может быть в этом году не потребуется в следующем. Все время откладываем. Мы говорили, помаленьку откладывайте на переводческую деятельность. Это великое дело, что есть переводчики, как их хранить надо. Я всегда переживаю, когда важные очень люди, ред, с редкими талантами и погибают. И как сейчас помню, посмотрел фильм, переводчик у немцев, к немцам был пошлан, а он знал немецкий, английский, французский, перед всеми выступал, и его убили. Среди солдат я сидел и старался слезы спрятать. Я знал, что такое знать языки. Его не могли сохранить, и как он медленно умирал. Я еще не знал Евангелия, но понимал это неправильно. Как они могли не ценить его? Так он один был, один на дивизию. Уже пришли, встречаются с американцами. Он везде участвовал, и вдруг никого нет. Они все остались, не могут ни встретиться, ни поговорить. Да почему же вы его под броней-то не держали, этого человека? Выставили его прямо на передовую. А его снайпер сразу убил. Пошел на переговоры. И вот эти переводчики, представьте, какую-то там научили в горном Алтае. Молитель за нее, за незнаемую Асию эту. Что Бог ее сохранил. Бог дал ей знания. Она переводит для родного народа Евангелие, она их язык. Даже не знаю имя, всегда молитель. Господи, какой талант дам, которого у меня нет. Но я могу участвовать в этом. Если стакан холодной воды принесу. И сейчас у холодной воды, да, воды дальше. Если принял пророка во имя пророка, награду пророка получишь. Хотя ты не пророк. И принеси праведника. Принеси переводчика во имя переводчика. Получит награду переводчика. Хотя бы ни одного слова на ялтазском языке не знал. Какой наш щедрый создатель? Это доказывать не надо, потому что Писание говорит. 2 Коринфянам 13. И вы ищете доказательства на то, что Христос говорит во мне? Такое доказательство. А ты это можешь доказать? Я могу сказать то, что во мне говорит Христос. Абсолютно так. Вот Писанием. Я ссылаюсь вместо Писания. Это Христос говорит так. А ты-то ничего не можешь доказать. Хоть ты священник, епископ или патриарх. Ты ничем не можешь доказать, что нужно толпами по всей стране ходить крестными ходами. Что нужно резать человека мертвого. Нигде этого нет. Тут и ничего не можешь доказать. Одно доказательство. И твердое вы держитесь. Прав ты и прав возвратишься. И воздай Богу славу. Мы конкретно, конструктивную программу даем. Все мощи похоронить с великими почестями. Воспеть Аллилуйя Богу. И на этом все. Поставить там памятники, кресты, что угодно. И мы это можем доказать. Так это было в Ветхом Завете, говорят. Это и в новом. И написано, и сделали большой пласть по Стефане и похоронили его. Первомущик Стефан где был? Это потом уже придумали. Потом. Похоронили его, написано. Это всегда так было? Всегда. И грешного, и праведного одинаково. Вот, говорит, пришли, мужа твоего похоронишь, и тебя вынесут. Похоронили. И когда принесли цару, похоронили. Авраама похоронили. Ну, никто не знает, где Моисея. Ну, это единственный случай такой. Второе в Фессалоникийцам 1.5. И в доказательстве того, что будет праведный суд Божий. Вы знаете, у нас в стране очень много доказательств того, что будет праведный суд Божий. И вы, учитель, доказывает. Как? То, что столь много несправедливости, которые работали, ветераны труда, и ничего не получают достойного жизни своей, значит, будет суд Божий. Беззаконники, грабители, царствуют. Зато это самое лучшее доказательство, что на земле не могли достичь правды, что она где-то за другой гранью будет. Вот какое доказательство. Так а научитесь видеть эту несправедливость. Люди возмущаются, какой-то переворот, опять революция, переделы менее, всем поровну. А ты скажи, ничего этого не надо делать. Это доказательство, что будет праведный суд Божий. Ты вчера был сытый, и сегодня будешь сытый, потому что ты благодарен. Даже Давид говорит, я всю жизнь смотрел и не видел праведника оставленным, и детей его просящими хлеба. Премудрец Соломона 12.13. Чтобы доказывать тебе, люди пытаются, что ты несправедливо судил. А где Бог? А посмотри, какие маленькие люди в войну погибали, или сейчас, Чернобыль. Ты научись говорить праведные суды твои Божии. Больше ничего. Я не знаю почему, но я знаю, что суды его праведны. Кое-что недоказуемое. Доказать никак нельзя. Даниила 14.9. Если же вы докажете мне, что съедает это вилл, то умрет Даниил. То есть нам тоже иногда говорят, вот попробуйте это, докажите. Что при царе батюшке было хорошо, никогда не доказывайте. При царе было нехорошо. Но не так, как при коммунициях, это точно. А хорошо бы не было. Народ не знал Евангелия. Сказать, а что не хватало людям? Не потому, что земли мало было. Не потому, что водки много выпускали. Не то, что войска поставили от других стран. Самое главное, что в России не было Евангелия распространено на русском языке. Вот и все. Больше ничего не доказывайте. А отсюда все остальное. Люди забыли Бога, и отсюда все. Иоанна 2.18. Сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? У Христа требовали знамения. И тем более у нас, когда наводишь порядок. Я никогда раньше не думал, что священники будут так противодействовать, когда наводишь порядок. Я в дверях стоял, в шапки заходят. Я прошу шапку снять. Священник подошел. Ты не делал замечания. Кто тебя ставит? Так вы же не смотрите. Стоят, разговаривают, подошел. Это не твоего ума дело, стоить здесь. Да я сказал, блять, начали. Так я же стараюсь для храма. Есть люди на это, которые... А нет людей никаких, он обманывает. Никого нигде нет. Я говорю, в Никольский зашел. А зашел в храм человек с собакой в шапке и стоит курит. И никто не видит, с папиросой горящей. Я его вывел на улицу и стал говорить. Но никто не увидел меня, а то бы замечание было. Вы одно доказательство имейте. Христос говорил о том, дом мой. Тогда это вертеп разбойников, храма здесь нет. Иаков 3.13. Мудр ли и разумен кто из вас? Пусть докажет добрым поведением, с мудрой кротости. Нам ведь хочется мудрыми выглядеть. Добрым поведением можем это доказать. Притом кротким быть. И тогда действительно мы докажем, что мы христиане, верящие в воскресшего Христа и сами ожидающие воскресения в Мерку. Аминь.